Привет, друзья! Приглашаю 22 августа на бесплатный ликбез в 20.30. Помощь от стресса всем желающим. Трансляция будет проходить, как обычно, на моем YouTube-канале. Я тут читаю специально текст, который я для вас написал. Есть нулевое состояние. Это между сном и бодрствованием бывает. Потом это бывает состояние эмоциональной отрешенности, когда вы думаете о какой-то задаче, и там снимаются все границы. Там нет страхов, комплексов, стереотипов, поэтому там происходит мгновенная обработка всей информации. Это качественно иное состояние, чем обычное бодрствование между сном и бодрствованием. Поэтому я в своей первой книжке еще в 90-м году в ключ к себе писал о нейтральном состоянии. И сравнил это нейтральное состояние потом в последующих книгах тоже с коробкой передач автомобиля, где все переключения происходят через нейтралку. Да, это было выдающееся прозрение, потому что так сравнить такую сложную систему, самую высшую по своей организации во Вселенной мозг человека с простой коробкой передач автомобиля, до этого же надо было догадаться. Но как это у меня происходит и как у вас это тоже самое происходит, вот такие прозрения. Именно через нулевое состояние, потому что, когда вы, например, окунаетесь в сон между сном и бодрствованием, между двумя качественно разными состояниями, как раз и происходит этот прорыв в эту бесконечность, безмятежность, отрешенность. Там еще что происходит, ну там эмоциональное дистанцирование происходит, как у человека, который думает над какой-то задачей, чтобы ее решить, надо немножко отстраниться от нее. То есть выйти из самого вот этого аспекта, из конкретности, выйти, соединиться с вечностью. И там черпать это понимание. Ну, эзотерики это там по-всякому описывают, они интуитивно это понимают, но сказать, как я, четко, ясно и понятно, не могут. Например, не могут сравнить это с различными примерами в жизни. Вот я, например, сравнивал, показывал в ролике, как Сальвадор Дали. Он же тоже выдающийся, гениальный художник. Почему? Потому что он нестандартные вещи делал. Он окунался в эту безмятежность, откуда получал вот эту безграничности. И ту задачу, которую он решал на холсте, он уже решал как бы таким необыкновенным образом. Поэтому он стал гениальный художник. Все это знает Сальвадор Дали. А как он это делал? Его научил, я рассказывал как-то, некий капусин сидеть в кресле, вот так вот задремывать, держать металлический ключ в руке. И ключ, когда падал, звенело медный тазик, и он просыпался. То есть он ловил вот это переходное состояние. Вот поэтому он умел быть таким художником. И вы тоже умеете это делать. Вы тоже какие-то задачи решаете, прозреваете. Когда дрейфуете между сном и бодрствованием. Ну это очень интересное явление, потому что в обычном состоянии мы мыслим разумно, логически, рационально. И нам трудно объяснить вот это что-то, которое мы понимаем, понимаем. Вот, например, вы только проснулись. И вы еще между сном и бодрствованием. И вы там сохраняете какие-то понимания. Хотите быстро записать, чтобы не забыть. Потом все вдруг стирается, потому что появляется вот это бодрствование, состояние, где много конкурирующих доминаний. И все пропадает. И вот это состояние нулевое между сном и бодрствованием. Между бодрствованием и трансом. И там между сном и сновидениями, между четырьмя агрегатными состояниями работы мозга, как у меня в новой модели работы мозга описано. Вот это пятое нулевое состояние, переходное между всеми этими состояниями. Это все очень интересно. И все это автоматически в мозге работает. И почему мы в школе «Человек будущего», «Homo futurus», занимаемся как раз и изучением этих вещей. И почему, собственно говоря, мы победим вот этот искусственный интеллект, если мы все объединимся и будем вместе создавать науку человечности, где обязательно мы используем этот ключ, когда мы на шкале стресса, например, от суеты, от шторма мыслей, от хаоса переходим в безмятежность, к этому нулю. И там та проблема, которая нас волнует, мы там находим решение. Поэтому люди и в жизни и медитацией занимаются, и релаксацией занимаются. Почему? Потому что они эти переходы этим самым тренируют. И мы тоже самое. Метод-ключ, у кого медитация, это состояние, я имею в виду, не получается. Метод-ключ добавляете, снимаете приемами ключа, и легко получается медитативное состояние. Ну, там есть поточное состояние ученик Сен Михаи. То есть, если вы это состояние подключаете в деятельности активной, вы получаете поток в деятельности. И ваша рука, как говорится, вашей рукой рисовал Бог. Да, а если вы это в пассивном состоянии делаете, вы получаете нирвану. Вот такие интересные вещи, да? И вот сейчас у нас коллективный разум будет происходить, урок такой. Я нарисовал картину. Здесь вот посмотрите, дайте мне совет. Видите, вот, ну как-то мне Наташа Кузьмина там по скайпу сказала, у меня черные были, вот это черные были, вот так, представьте себе, черные волосы были, вот так, вот так, вот, представьте. Она говорит, что-то слишком черное, а это у меня, чтобы закрыть случайно ножик, это против этих швабов. Мы победим, друзья, если будем вместе, да, против швабов, почему? А вы скажите, я послушался Наташу, потому что я же все ваши советы слушаю и их реализую, для того, чтобы мы вместе научились думать, решая общую задачу, которая волнует нас всех и каждого. Потому что потом мы будем устраивать мозговые штормы, как я сказал, чтобы решить глобальные проблемы человека и человечества. Я знаю, как это делать. И вот сейчас, смотрите, оставить вот это вот, дайте совет, желтое здесь оставить или почернить. Давайте еще раз. Почерним, почерним. Да, ну посмотрите, как лучше. Или оставить. Дайте совет. Я смотрю за вашими комментами, которые вы мне пишете. Друзья, огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо. Я все комменты читаю внимательно. Я там сразу, может быть, не пишу ответ, потому что я его обдумываю. Потом обязательно в ролике каком-то скажу. Вот я, например, в прошлый раз говорил о том, чем отличается человек от ИИ, самого совершенного в будущем. И мне вот Ната Крис, она написала то, о чем я говорил несколько раз раньше. Она написала тоже это. Она написала, роботы не делают открытий. Да, друзья мои. По моему мнению, по моему мнению, самый-самый-самый искусственный интеллект не сможет делать открытия. Вот этим он отличается. И, конечно, мне писали в Ютубе ответы, что робот не умеет любить, робот не умеет чувствовать, робот не умеет того, что делает человек. Да, все это правильно. Конечно, он любить не может и восхищаться не может. Это холодный вычислитель, холодный вычислитель, который оперирует миллионами бит информации. Конечно, совершение в этом смысле, чем мы. Но он не сможет действительно делать открытия. Поэтому я так думаю. А вот кто-то думает по-другому, пожалуйста, напишите. Его здесь мне прислал мой друг, значит, Александр Простов написал мне, что мне конкурентом вышел, как это не смешно, Павел, Павел, он, значит, сейчас, 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 школа гармоничного мировоззрения Павла Андреева. Приветствую, Павел Андреев. Если ты хочешь быть мне конкурентом, подискутировать, пожалуйста, выходи. Я так приветствую людей, которые умеют думать, искать и хотят сотрудничества, особенно конкурировать, потому что, ну, давай, давай посмотрим. Но имей в виду, это не для того. Я, наоборот, миротворец. Я миротворец. Я всегда найду, насколько я умею. Я даже комменты, когда мне, ну, кроме как мат, мат сразу мы выкидываем. Считаем, что это протоязык, который был раньше, миллион лет назад, на котором мы выросли, потому что теперь, когда чашка падает, ты невольно говоришь, ах, ее, да? Потому что протоязык – это короткое выражение эмоций. Почему нельзя в официальном общении ими пользоваться? Почему культура запрещает это делать? А я скажу, почему. Я не знаю. Уверен, что ты не знаешь тоже. Я не знаю. Знаешь ли ты, но уверен, что ты не знаешь, почему культура запрещает вот это делать. Отвечаю, почему. Как я знаю. Потому что я все равно лучше и больше знаю, потому что я просто старше. Мне 70 лет. Вот почему я скажу. Потому что если культура разрешит материться, то человек лишится мощнейшего ресурса выражения своих эмоций. До встречи, друзья. Итак, у нас будет, у нас будет, значит, бесплатный ликвез. Заходите, готовьте зумы, заходите туда, задавайте вопросы. Я буду давать ответы развернутые. И еще раз напоминаю, если кто мне звонит, пожалуйста, прежде звонка пишите там. И звоните не раньше 20 часов. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова